В эфире новости. Это специальный выпуск, где мы знакомим вас с паводковой ситуацией. В студии Алексея Кочемасова. Добрый вечер. Мы работаем для вас в прямом эфире. Глава государства Касымжумар Тукаев в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков обратился к казахстанцам. Он отметил, режим ЧС местного масштаба объявлен в 10 регионах страны. Создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. При этом президент подчеркнул, что главная задача сейчас не допустить человеческих жертв. Кроме того, глава государства подчеркнул, всем пострадавшим будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, а материальные потери будут компенсированы. Нынешняя паводковая ситуация в стране – природная катастрофа не иначе. Президент во время выступления отметил, что, возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны. Абайской, Ахмолинской, Актюбинской, Атраусской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Североказахстанской и Улутаусской областях. После моей критики и указаний правительства активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры, отметил во время выступления глава государства. Создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. И глава правительства, его заместители, и министр по чрезвычайным ситуациям посещает пострадавшие регионы. Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. Сейчас на борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Нацгвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме. Большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров, подчеркнул президент страны. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует. Мы эту ситуацию исправим. Главное не допустить человеческих жертв. Обращаясь к гражданам, пострадавших от наводнения, хочу заявить. Ни один из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Все ваши материальные потери будут компенсированы. Еще один важный пункт сложившейся ситуации, заявил президент, это извлечение из нее уроков. В Паводке выявили ряд недостатков, их немало. Начиная от недостатков в организационных мерах, предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров, водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе. Правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками. На подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок. По моему приказу, Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией. Даю поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям. Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Глава государства во время выступления поручил направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации, а информационному штабу непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах. Также президент призвал средства массовой информации, блогеров и лидеров мнения не распространять непроверенную информацию, которая может привести к панике. Ну а казахстанцев, соответственно, доверять лишь официальным источникам. Депутаты Сената и Можелиса парламента страны находятся в регионе с первых дней паводка. Они вместе с руководством области работают над стабилизацией ситуации, принимают участие в принятии стратегических решений. Во многих районах областного центра люди самостоятельно выходят и помогают в противопаводковых работах, которые сегодня ведутся по укреплению дамб и защите областного центра от наводнения. Всем нужно сплотиться и вместе преодолеть этот крайне сложный период. В таких случаях должны только сплотиться. Вот сегодня в час дня выступил президент страны речью. Мы должны находиться вокруг президента в данном случае, потому что только так мы можем одолеть природную катастрофу. Иначе никак. В принципе, мы уже буквально в 2020-х годах прошли через это, когда весь мир столкнулся с эпидемией. Поэтому, я думаю, положительный опыт у нас имеется. И я рассчитываю, надеюсь, что наш народ именно в такой трудный час найдет себе силу и сплотится вокруг нашего президента. Сегодня глава региона побывал на важных стратегических объектах областного центра. Некоторым из них также грозит подтопление. Принимаемые меры должны обезопасить электрические подстанции и другие коммунальные предприятия. Были даны конкретные поручения ответственным лицам. Вода в Урале прибывает с каждым днем, поэтому во внимание руководство области объекты жизнеобеспечения. В первую очередь сейчас нужно укрепить все плавающие насосы, подающие воду населению. Сейчас Сариклы со стороны России отпускается большой объем воды. Главное – сохранить насосы, обезопасить накопительные резервуары и укрепить берега на вашей территории. Поручаю принять все необходимые для этого меры. А руководству водоканала, несмотря на ситуацию, поручено обеспечить чистоту подаваемого ресурса. Обращайте внимание на все процессы очистки воды. Понятно, что она в реке сейчас очень мутная. Поручаю вам строго следить за очисткой и сохранением качества питьевой воды. Следите за ситуацией на канализационных коллекторах, организуйте постоянное дежурство и ежечасно обменивайтесь информацией с сотрудниками ЧАЭС. Глава ведомства опроверг слухи в соцсетях о якобы заражениях воды. На сегодняшний день в связи с поднятием уровня воды реки мутность увеличилась. Тут это отрицать как бы глупо. Но у нас своя лаборатория работает, лаборатория аттестована. Плюс у нас дублирует лаборатория санэпидемнодзора. Плюс еще независимая лаборатория стандартизированная. Ваша система все исправит? Да. Плюс у нас трехмесячный запас реагентов. Сейчас повышенный расход в связи с мутностью, увеличением мутности. Поэтому контроль постоянно мониторится, ведется. В случае, если вдруг будут какие-то изменения либо ухудшения по качеству воды, будет заранее все это оповещение и объявление даваться. Чуть ниже вода практически вплотную подошла к территории Баты-Суар-Наса. В оперативном порядке техника повышает уровень земли. Земляной вал необходимо насыпать вдоль всей возможной зоны подтопления по Ручелаким области. Максимально укрепляйте. Максимально укрепляйте. Нужно расширить вал и уплотнить его, чтобы эта насыпь могла противостоять напору воды. В сложных погодных условиях нужно усилить и объекты, подающие электроэнергию. Из 14 городских подстанций двум угрожает опасность. Руководитель области ознакомился с ситуацией на одной из подстанций, которая обеспечивает энергией центральную часть Уральска. Здесь рабочие возводят барьер, подступающий в воде. Если будет такая ситуация, то мы будем вынуждены остановить подачу электроэнергии. Но предварительно, чтобы остановить, мы попробуем разделить нагрузки на другие подстанции, чтобы как в этой мере еще поддерживать электроэнергию, связь. Вы сами понимаете, если электроэнергия прекратится, подача, то и, соответственно, пропадет связь, и вся информация может остановиться. Поэтому у нас задача, в первую очередь, сейчас укрепить район этой подстанции. Потом, в случае, если будет все-таки поступать вода, то мы будем разгружать эту подстанцию и все нагрузки переводить на другие подстанции, чтобы город в любом случае оставался со светом. С 26 марта весь регион продолжает работу в усиленном режиме. Если в Каратубе и Сырыме ситуация пошла на спад, то сейчас опасность актуальна в Бурлинском районе, Тоскале и Уральске, где уже затоплены 437 дачных домов из-за одновременного подъема рек Диркул и Чиган. Сейчас нас радует, что пропуск воды в Урале идет хорошо. Вода проходит вниз беспрепятственно. На дачах уровень постоянно снижается, но угрозы все еще присутствуют. Все, наверное, в курсе о прорыве дамбы в Орске. Там затоплено несколько населенных пунктов. В Оренбургской области на Ирикле имеется 3 миллиарда 200 миллионов кубических метров воды. Осенью, по их данным, водохранилище было заполнено на 80 процентов. Поэтому сейчас резервуар не может удерживать поступающую влагу и в данное время отпускается свыше 2300 кубометров в секунду, что в 145 раз больше прошлогоднего показателя. Это значит, что критический уровень может быть превышен. Поэтому важно усилить все работы, предусмотреть все вопросы и не допустить затопления по городу. Также глава области попросил всех западно-казахстанцев сознательно отнестись к сложной обстановке. В случае необходимости нужно заблаговременно эвакуироваться в безопасные организованные пункты. Я сам побывал во всех районах, а также вижу в СМИ, что многие отказываются и покидают свои дома только после затопления. Это затрудняет работу сотрудников служб ЧАЭС. Каждый гражданин сам ответственен за свою жизнь. Ведь мы заранее сообщали об опасной паводковой ситуации. Всем, кто принимает участие в предотвращении и ликвидации последствий затопления, спецслужбам, предпринимателям, руководителям предприятий, госорганам, волонтерам и всему населению, я выражаю огромную благодарность за отзывчивость и активность. Дариман Турегалиев подчеркнул, что опасность еще не миновала. Важно всегда быть на чеку, действовать слаженно и оперативно и доверять только официальной информации. Трансграничные реки и их подъем – главная проблема, на которой сейчас изредоточено внимание всех профильных специалистов. Чего ожидать после прихода воды из России и как скажется дождь на уровне водоемов области? На эти и другие вопросы в прямом эфире попытается найти ответы моя коллега Екатерина Шмидт. Екатерина, вам слово. Да, Алексей, еще раз добрый вечер. Именно на эти живут трепещущие вопросы мы ответим сегодня в прямом эфире. А к микрофону мы пригласили заместителя руководителя западно-казахстанского филиала КАЗ Гидрометал Жаса Садырова. Мы подготовили те вопросы, которые наиболее волнуют наших телезрителей, жителей области. Один из них касается наших трансграничных рек. Каково положение дела на сегодняшний день? Где наблюдается подъем? Где наблюдается спад? Здравствуйте. В настоящее время по трансграничным рекам Хараузен-Сараузен наблюдается небольшой спад. На реке Хараузен гидропост Каинде за сутки спад уровня воды в реке составил 64 сантиметра. По реке Шаган гидропост Чувашинской уровень воды в реке составляет 1323 сантиметра, при опасной отметке 1280 сантиметров. На реке Геркул гидропостах Таскала и гидропост Белес уровень воды снизился на 3-3,5 сантиметра от опасного уровня отметки. То есть, в общем, мы наблюдаем такой стабильный спад хороший. Небольшой, но он стабильный. Да, то есть, на основных реках сейчас, на реке Шаган и на реке Урал сейчас сложная обстановка, а на других отмечается небольшой спад. Что касается реки Урал, к нему сейчас приковано внимание все наше, потому что прогнозы не самые благоприятные, такое уже случалось в нашем регионе, но не с такой силой. Каково положение дела на сегодняшний день? Какой уровень реки сейчас? Сколько все-таки? Какой подъем ожидается максимальный? И самое главное, в какие сроки? По данным на 16 часов 6 апреля 2024 года на реке Жаик-Гидропост-Уральск уровень воды составляет 688 сантиметров. За сутки уровень воды поднялся на 12 сантиметров. По данным коллег из Российской Федерации, уровень воды прогнозируется 850 сантиметров. При опасной отметке уровень воды в реке 850 сантиметров. До подъема в нашей области ожидается во второй половине апреля месяца, ориентировочно 15 апреля. И еще один вопрос, Лжас. Вот даже сейчас снова моросит дождь. В течение дня он тоже начинался и завершался неоднократно. Могут ли осадки как-то повлиять, усугубить сегодняшнее положение и, если можно, прогноз хотя бы на ближайшие сутки? Да. По прогнозу по западно-казахстанской области на 7 февраля на севере и востоке и в центральной части области ночью ожидается дождь. Днем на севере и в центральной части области ожидается дождь. Температура воздуха по области ночью будет 2-7 градусов, днем 10-15 градусов тепла. Касательно дождя, в настоящее время в почве уже влажность снижается и, учитывая маленькое количество осадков, это никак не появляет на поднятие уровня в реках. Это очень хорошая новость, особенно глядя на то, что сегодня происходит. От себя еще хочу обязательно добавить для наших телезрителей, для всех жителей области, пожалуйста, будьте внимательны сегодня ко всем сообщениям, которые вы слышите, видите, читаете. Смотрите достоверные источники, обязательно смотрите наш канал, здесь самая верная информация и самые лучшие спикеры. Алексей. Спасибо, Екатерина. Напомню, что наши корреспонденты следят за ситуацией в регионе днем и ночью. К другим новостям. Каждый час обновляются данные по паводку. Ситуация в области остается стабильно критическая. Им за сутки вода зашла на дачи. Оттуда эвакуированы более 400 жителей. На контроле областной центр в связи с подъемом Урала и Чигана. Подробнее об обстановке в области рассказали на брифинге. 581 жилой дом подтоплен по области на текущий момент. 427 дачных домов. Переливы имеются на 70 участках автомобильных дорог. Без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов в Каратубинском, Теректинском, Шангарлаусском районах. Общее число эвакуированных составляет 6896 человек, половина из которых дети. Подготовлен дополнительно 161 пункт временного размещения людей, сообщил главный спасатель области. На контроле на сегодняшний день у нас город Уральск в связи с подъемом уровня рек Урал и Чаган, а также Деркула. Сохраняется угроза подтопления дачных и жилых домов, расположенных в низменных участках. Проводится работа по укладке мешкотары, информированию населения о возможной эвакуации, а также береговое укрепление на пяти участках с привлечением инженерной техники местного исполнительного органа. Угроза у нас сохраняется в Теректинском районе, поселок Узунколь, в связи с пребыванием большого объема талых водохранилища. На сегодняшний день там эвакуировано 2160 человек с пяти населенных пунктов. Минимальная угроза сохраняется в нескольких селах Бурлинского района. Правоохранительные органы напомнили о более высокой ответственности за совершение любых преступлений в период чрезвычайной ситуации. В настоящее время принимаются меры по предоставлению едновременной помощи пострадавшим от стихийного бедствия, а именно уже 129 семьям предоставлена материальная помощь. Считаю необходимым предупредить всех граждан об имеющейся уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, а именно создающей опасность нарушения общественного порядка или причинение существенного вреда правам, законным интересам граждан или организациям, либо охраняемым законным интересам общества или государства. Уголовная ответственность в данном случае наступает по статье 274 Уголовного кодекса и предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 7 лет, но учитывая то, что в условиях ЧС это будет отечаящее обстоятельство, поэтому высока вероятность применения максимального наказания. Фактов краж с подтопленных домов не было заверили стражи порядка. Урал давно не был таким полноводным. Исходя из прогнозных данных, вполне возможно его поднятие до критических отметок. В этом случае в зоне подтопления окажутся дачные общества, которые расположены в его пойме. Городские власти просят уже сейчас заняться эвакуационными мероприятиями, вывести вещи, чтобы не допустить подтопления улиц города. Проводятся берегоукрепительные мероприятия. Поводок в регионе уже более 10 дней. Сначала вода пришла степью в населенные пункты, затем из-за подъема Деркулы и Чигана были подтоплены дома сельских жителей и горожан. Сейчас эти реки пошли на спад. Теперь ожидается не менее опасная ситуация по Уралу. Всем, кто проживает в пойме реки, нужно начать эвакуационные мероприятия. Специалисты на постоянной связи с коллегами из Оренбургской области, у которых уже есть проблемы с разливом Урала. В городе берегоукрепительные работы ведутся в нескольких местах. У нас по городу Ураль имеется несколько крупных дамб. Это на берегу реки Урал, в сторону Курини, в котором мы здесь находимся, а также на берегу реки Чаган, где застыкуется с рекой Урал. Мы там тоже сейчас здесь, на дамбе Курини и на дамбе Чаган, а также в сторону Коминтерна проводим работы по укреплению дамб. Но вообще эти дамбы существуют давно, 70-80-х годов. Уровень их сейчас в норме, составляет 33 метра. Но мы дополнительно его укрепляем, чтобы быть уверены в себе. А вообще эти дамбы находятся в нормальном состоянии, считая от уровня максимального подъема реки. Дамбы укрепляют для защиты города, но есть еще 55 дачных обществ, которые находятся в пойме реки Урал. Здесь на постоянной основе проживает более 10 тысяч человек. Последнюю неделю там проводят рейдовые мероприятия, люди предупреждают о надвигающейся опасности. Но до сих пор никто не покинул свои дома. Многие не верят, не хотят верить. Делают свои самодельные дамбы, какие-то валы, но то, что они делают, это не спасет их. Соответственно, мы максимально сегодня, выходные дни, когда жители находятся в своих домах, максимально в субботу, в субботу, максимально отработаем. И завтра уже будем объявлять во всех СМИ, в социальных сетях, что со вторника среды будем уже отключать эти дачные массивы от электричества и газа. Почему? На основании закона о гражданской защите, 56 статья гласит, что для безопасного проведения эвакуационно-аварийных работ в местах ЧАЭС сразу же отключается именно электричество, газ, вода и так далее. Есть еще одна опасность. Если Урал все же поднимется до критических отметок, то, столкнувшись с Чиганом, он может пробить сечение в обратную сторону. В этом случае дачные массивы, расположенные по Чигану, снова окажутся в зоне затопления. Городские власти надеются, что до этого не дойдет, но пока дачников просят не расслабляться. Сейчас жителям дачных сообществ нужно быстро принять меры к эвакуации. В Уральске в активную фазу вступили дамбу-укрепительные мероприятия. Это Курини. Здесь дамбу подняли практически вдвое выше, потому что в этом году ожидается критическая отметка реки Урал до 10 метров. Сегодня еще есть время для дачников, которые проживают в пойме этой реки. Повезите вещи, соберитесь сами, приготовьте документы. У вас есть еще время эвакуироваться спокойно. Несмотря на принимаемые меры, ситуация может принять непредсказуемый оборот. Вот предупреждены, значит вооружены все в ваших руках. Мы продолжаем следить за развитием событий, находиться на местах, где сегодня ведутся активные работы. Екатерина Шмидт, Талгат Мурадбаев, Саид Самигула, Акжаик, Акпарат. Большая работа идет и в районах области. Там некоторые населенные пункты оказались в зоне подтопления буквально в первые дни паводка. Как, например, село Коржин в Кратубинском районе. Однако в сложившиеся ситуации на выручку пришли неравнодушные казахстанцы. Согласно объявленной чрезвычайной ситуации, во всех сферах проводится необходимая работа. На сегодняшний день 675 человек получили гуманитарную помощь на 41 миллион тенге. Заявки на возмещение ущерба уже подали 87 человек. От областного филиала партии Аманат поступили продукты питания, лекарства и одежда. А от молодежи сел, продукты и другие необходимые вещи. От земляков, из города, продукты питания и другие товары. Помощь оказывают и разные города страны, а также ассамблеи народа Казахстана. Финансовая помощь оказана администрацией президента. При фонде Минунг Харатубе был открыт специальный счет, и туда местные организации перевели однодневную зарплату. Также создана специальная комиссия, которая занимается подсчетом ущерба. Депутат Можилиса парламента Абзал Куспан посетил пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей. Он расположен на базе Уральского колледжа информационных технологий. Можилисмен поручил проконтролировать доставку благотворительной помощи населению. Тем временем волонтеры Жастаруха партии Аманат направили благотворительную помощь в ВК-пункты района Байтирек. Депутат Можилиса парламента республики Абзал Куспан находится в регионе, чтобы следить за ситуацией. Прежде всего, он ознакомился с оперативной работой штаба ДЧС, а затем посетил затопленные населенные пункты. Он выслушал требования и пожелания пострадавших. В пункте приема гуманитарной помощи депутат вышел в прямой эфир на официальном сайте парламента республики Казахстан и описал ситуацию в регионе. Ситуация сложная. Вчера прорвало дамбу в российском городе Орск. Вода и до этого поступала, и сейчас повышается ее пропуск в Сариклинского водохранилище. Сегодня-завтра эта вода будет здесь. В Уральске три реки. Если сейчас ликвидировали последствия подъема Чигана, то впереди паводок на оставшихся двух реках Деркул и Урал. В регионе со дня на день может начаться вторая волна паводка, поэтому необходимо быть готовым к любой ситуации. Можелецмен отметил важность доставки помощи, которая поступает тоннами с разных сторон нуждающимся людям, и следить за тем, чтобы она была целенаправленной. На складе Уральского колледжа информационных технологий размещены 70 тонн помощи из Алматинской области. Спонсорская помощь должна быть на учете, и хоть нет специальных нормативных актов, необходимо следить, чтобы эта помощь не ушла в пустую или в другие руки. Моя цель – показать, как расходуется и распределяется эта помощь. Сейчас начала поступать помощь из других регионов. Вчера мы приняли 5 тонн помощи от молодежи из Алматинской области. Сегодня еще 5 поступят самолетом. Еще 60 тонн отправлены поездом. Все это мы единой системой будем доводить до адресатов. В Можелесе парламента заявили, что ответственные лица, не предотвратившие своевременно стихийное бедствие, будут привлечены к ответственности. Поэтому всем другим следует учиться на ошибках и делать соответствующие выводы. Своевременно ли провели взрывные работы на Чигане? Были ли соблюдены правила и методики при этом? Раньше этим занималось государственное учреждение. Сейчас эта функция передана в частные руки. Я направил депутатский запрос в профильное министерство по этому поводу и изучаю данный вопрос. Он очень важен, поскольку когда на устранение последствий паводка расходуются миллиарды и даже триллионы тенге, мы не можем смотреть на этот вопрос сквозь пальцы. Это важно и для повышения ответственности других специалистов и госорганов. Сейчас подсчитывается сумма ущерба, нанесённого природной стихией. Начался приём заявок от жителей. Никто не останется без помощи, заверил мажористмен. Особую активность в организации сбора и доставки гуманитарного груза проявляет молодёжь. Например, волонтёры партии «Аманат» на этот раз собираются направить благотворительную помощь эвакопунктам района Байтирек. Здесь в основном продукты и постельное бельё. В районе Байтирек готовятся эвакопункты вдоль посёлков, которые расположены вдоль реки Урал-Жаех. И из-за этого сейчас в эти эвакопункты мы снабжаем необходимыми вещами. Противоповодки работы ведутся. Для этих работ привлечены 182 техники и более 3000 человек. Как волонтёры, депутаты, все работники организации, государственные служащие. В целом, обстановка стабильная и, как можно сказать, ситуация на контроле. В связи с паводками в области создана единая группа волонтёров. В неё входит более 2500 человек. Многие из них работают в сёлах. Это и спортсмены, и предприниматели, и студенты, и педагоги. Каждый вносит свой вклад в общую борьбу с паводком. Есть ответственные за технику, за доставку, за порядок на эвакопунктах и другие направления, обеспеченные контролем и работой. До этого активная молодёжь, помимо областного центра, оказывала гуманитарную помощь Сырымскому, Каратубинскому и Теректинскому районам. С момента объявления режима ЧАЭС в регионе помощь при Урале приходит буквально отовсюду. С ряда областей и городов Казахстана прибывает гуманитарный груз. Подключаются и другие страны. Продукты питания, тёплые вещи, предметы первой необходимости. Буквально всё, что нужно эвакуированным жителям сейчас, доставляют в пункты приёма. Буквально два дня назад начал заезжать в гуманитарную помощь города Алматы, которую организовали молодёжь при содействии управления молодёжной политикой. Это было 10 тонн гуманитарной помощи. То есть уже 5 тонн приехало. Сегодня, завтра мы их примем. На днях мы получим 60 тонн по области Алматы. Сегодня приедет Чимкент. Завтра Астана. Молодёжные объединения, благотворительные фонды, политические партии, волонтёры, предприниматели региона тоже не остаются в стороне. Они помогают и необходимыми вещами, и одеждой, и продуктами питания, и многим другим, обращаясь в пункты приёма помощи. Их действует четыре. Здесь гуманитарный груз рассортировывают и направляют в эвакуационные пункты, и не только. Многие не решили пойти в эвакуационные пункты. Кто-то на последние деньги снял квартиру, чтобы для себя сделать удобство, а нету денежных средств, допустим, купить продукты. В связи с этим данные продукты питания, ещё помощи, они будут доставляться точно с молодёжью Ассамблеи Дома Дружбы. Угроза прихода большой воды ещё не миновала. В районах при Урале и областном центре есть подтопленные дома. Вода зашла и на отдачные массивы. Глава региона Нариман Туригалеев обратился к западно-казахстанцам, предупредив об опасности паводка и принятии соответствующих мер. В целом по области переселены в безопасное место около 7 тысяч человек. Больше трёх тысяч из них – это дети. В эвакуационных пунктах созданы все условия. Пострадавшим от паводка помогают волонтёры. Доставляют продукты, товары первой необходимости, лекарства, одежду. Организованы дежурства. Учащиеся обучаются в онлайн-формате. Со своей стороны мы создаём все условия. Уважаемые земляки, из водохранилища Саратовской и Оренбургской областей увеличен сброс воды. Ситуация сложнее, чем была 30 лет назад. Так и из Приузенского водохранилища Саратовской области в Караузен в секунду поступает 431 кубометр воды. Начался второй этап – паводка. Как вы знаете, вчера в российском городе Орске прорвало дамбу. Потоплены населённые пункты. Это может создать угрозу и для нашего региона. Так как с Саратовского водохранилища Оренбургской области сброс воды увеличен до 2170 кубометров в секунду. В ближайшее время через Урал поток направится в Каспий. Уровень воды в Урале поднялся до 7 метров и приближается к опасной отметке. Вода зашла на первую, вторую и третью дачные. Поэтому призываю горожан отнестись к ситуации с пониманием. Вместе с тем, если опасный уровень воды в реках Элегского района России составляет 890 сантиметров, то на сегодня он достиг 855. Поэтому жителям первой, второй, третьей дачной необходимо переехать в эвакуационные пункты либо другие безопасные места. Сегодня глава государства выступил с обращением к народу по паводковой ситуации, отметив, что никто не останется без помощи. Поэтому безопасность жителей для нас первоочередная задача. С первых дней мы усилили противопаводковые мероприятия. Проводятся берегоукрепительные работы. Укладываются мешки с песком, делаются земляные насыпи. Организованы и другие мероприятия. В такой сложный период жители области оказывают всестороннюю помощь пострадавшим от паводка, проявляя единство и сплоченность. Предприниматели, общественные и бюджетные организации, волонтеры и рядовые граждане протянули руку помощи жителям затопленных сел. Сотрудникам департамента ПЧС, коммунальным службам, силовым структурам, волонтерам и всем землякам выражаю благодарность. Будем удальше оказывать поддержку, сохранять спокойствие. Призываю вас доверять только официальным источникам и средствам массовой информации. Мы продолжим следить за паводковой ситуацией в регионе. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова